Дорогие слушатели! Время начинать наше вечернее богослужение. Сегодня часть наших друзей ушла на плод с музыкальной программой. Они и там будут участвовать, поэтому у нас немножко вроде бы как меньше. Мы будем молиться. Я прежде хочу прочитать, еще раз напомнить тему молитвы на сегодня. У нас тема молитвы. Молитва об исполнении Духом Святым и вторая тема молитва о нашем освящении. Текст, который я хочу прочитать, записанный в первое соборное послание святого апостола Петра, 1 глава, 14, 15, 16 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Помолимся. Господи, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты обещал быть с нами. И это радует нас, это наполняет сердца нашей надеждой и радостью и благоговением, потому что Ты уже здесь присутствуешь. Помоги нам об этом помнить. Помоги, Господи, чтобы наши мысли, наш разум и все наше естество было сосредоточено сегодня здесь, в слушании Слова Твоего, поклонений Тебе нашему Господу в молитве. Тогда, когда мы склоняемся на колени для молитвы, Господи, чтобы уста наши были наполнены хвалой святому имени Твоему, и чтобы мы молились Тебя нашему Господу. Господи, когда предлагается общее пение, чтобы наши уста были открыты для словословия святому имени Твоему, прославлять Тебя, Бога, достойного славы, чести и поклонения. Господи, благослови наших друзей, которые пошли с программой в соседнюю церковь, чтобы их участие было там и ободрением, и утешением, и чтобы их программа, с чем они пошли, она также была во славу святого имени Твоего. Мы нуждаемся в Тебе, верим в Твое святое божественное присутствие, благодарим Тебя за обещания Твои, Слова Твоего, и просим, благослови нас, как Отец благословляет детей своих. Тебе поклоняемся, великому Богу, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь. У Тебя, когда восходит солнце, Ищут воли, среди лучей зари, Приди ко мне, скорей, Приди, Христос мой, Я жду Тебя, Колени преклони, Приди ко мне, Скорей, приди, Христос мой, Я жду Тебя, Колени преклони, Я жду Тебя, Вечернею порою, Звездам далеким, Звезд мою стремлюсь, Встречи с Тобою, Жаждусь и душою, Жаждусь и душою, Я жду Тебя, Колени преклони, Вечернею порою, Я ждусь и душою, Я жду Тебя, Колени преклони, Я жду Тебя, Я жду Тебя, Приди ко мне, Иди ко мне, согреть своим экране. Я жду Тебя, колени преклонив. Миром, дорогие братья и сестры. Хочу вместе с вами прочитать один псалом и будем молиться вместе. Давайте откроем псалом 32 и будем читать с первого стиха. «Радуйтесь, праведные, о Господе! Правым прилично слава словит. Ставьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтере. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием. Ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд. Милости Господней полня земля. Словом Господа сотворены небеса, и Духом усть Его все воинство их. Он собрал, будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, для трепещет пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замысли народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца Его в рот и рот. Блажен народ, у которого Господь есть пол, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь видеть всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех, живущих на земле. Он создал сердце всех их и вникает во все дела их. Не спасается царь множеством воинства. Исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения не избавить великою силою своей. Вот око Господня над боящимся Его и бывающим на милость Его. Что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша упывает на Господа. Он – помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на высоты, ибо святое имя Его мы уповаем. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Аминь. Помолимся. Аминь. 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 Свободно речь лилась, Богу это мило, И заменят грозы, ветры, тихая погода. Хорошо себя проверить нам в начале года. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Город 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 Господь, моя сила, мой Иисус, моя гора. Мир вам, дорогая церковь! Продолжаю праздновать вот эти дни. И наши молитвенные служения, они очень важны. Это начало нашего года, это старт. И я думаю, многие из нас знают, что старт очень важен. Конечно же, финиш важнее. Но, тем не менее, мы с вами начинаем наш год с молитвы, и это очень важно. Если кто это не сознает, я думаю, что вам надо особенно обратить на это внимание. Сегодня у нас тема исполнения духом и освящением. И мы поговорим сегодня с вами об освящении. Эти два понятия, они очень идентичны, похожи. Я предлагаю два места Писания, которые и было в нашем календаре сегодня. Первое послание апостола Павла к фессалоникийцам, 4 глава, с 3 по 12 стих. И второе место мы прочтем, один стих евреям, 12-14. Первое фессалоникийцам, 4, с 3 стиха. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блудов, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим, противозаконно и коростолюбивым, потому что Господь – мститель за все это. Как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, не покорный, не покорен ни человеку, но Богу, который дал нам Духа своего святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам. Ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоразумно, благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались». И второе место – послание к евреям 12.14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Наша молитва сегодня об освящении. И прочитав вот Слово Божие, которое лежит во главе угла, во главе, в основе всей нашей жизни, мы отметим, по крайней мере, два сегодня, две важные причины, почему нам необходимо освящение. Но таких причин гораздо больше. Итак, первая причина мы прочитали – освящение важно потому, что это воля Бога. Мы читаем в третьем стихе. «Воля Божия есть освящение ваше». Это воля не человека, это воля не нашего начальника, которого мы хотим, не хотим, стараемся угодить, потому что от него зависит наша карьера рабочая, наша зарплата, наше благополучие. Это не воля правителей, которые пытаются законом наладить устройство государства. Мы прочитали – это воля Божия. Осознаем ли мы сегодня волю того, кто держит в руках нашу жизнь, весь этот мир, всю Вселенную, галактики? Я уже напоминал, начните размышлять. Посмотрите вокруг, посмотрите на свою руку, задумайтесь о своем организме, и посмотрите вокруг, все растет, цветет, существует, держится. Поднимите ваши взоры к небесам и поразмышляйте немножко, как все работает, как все устроено. И вы начнете понимать через рассматривание творений, начнете понимать величие Богом. Вот этот Бог желает, чтобы мы с вами освящались, о чем мы сегодня будем молиться. И вторая причина, посмотрите, почему освящение важно, важно для нас, важно для каждого христианина. Без святости никто не увидит Господа. Я вспоминаю, как там еще в Союзе какая-то авария небольшая на дороге, центр города, машины, люди, трамвайные пути. Я пересек трамвайные пути, объехал столб, и, конечно же, милиционер здесь стоит только и ждет меня. Я нарушил правила, хочешь, не хочешь, объяснял, что объехать надо. И, знаете, другая машина объезжает не один путь, а два пути. Конечно же, он ее останавливает. И вот женщина сидит за рулем, она даже не вылазя из машины, не открывая окна, она только достала какую-то бумажечку и через окно издалека показала ее. И этот милиционер, чуть ли не отдав честь, сразу махнул ей, езжай. Знаете, было немножко обидным. В нашей жизни происходит очень и очень часто так. Несправедливость, предвзятое отношение, коррупция, угнетение. И, знаете, люди привыкают к этому. Взятки, блат, дружба, подкупы. Люди думают, что смогут и Господа увидеть вечность, войти какими-то, знаете, окольными путями, показав какие-то приоритеты. Но здесь мы читаем, сам Господь говорит, без святости никто, ни один самый знаменитый, самый удачливый, богатый, имеющий везде блат, никто не увидит Господа. Вот почему важно для нас освящение. И, знаете, никто не увидит Господа, и, как следствие, никто не увидит жизни вечной, никто не увидит спасения, а, напротив, тьма, погибель и вечное отлучение от Господа. Вот что значит освящение в нашей жизни. Освящение – это вполне закономерное действие, и где все определено, установлено самим Богом, преподнесено Его Словом и предназначено к исполнению, к исполнению нами. Освящение – мы читаем обряд, которым люди или вещи посвящаются для святых целей, так говорит библейский словарь. Освящение – придавать кому-либо или чему-либо святость, удаляться от нечистоты, произывая Господне благословение. Словарь дали. Вот что значит освящение. Освящение напрямую связано с Иисусом Христом. Бог трудится в нас, Духом Святым, пытаясь осветить нас, и мы читаем, что Бог производит в нас благоугодное через Иисуса Христа. Через Иисуса Христа, евреям 13, 21, Христос отделил нас от греха, очистил нас своей кровью, о чем мы сегодня вспоминали, и ведет к вечному прославлению Его имени, освящая нас каждый день, каждое мгновение нашей жизни. Евреям 10, 14, мы читаем, Он одним приношением навсегда сделал совершенных освящаемых, совершенными освящаемых. Мы с вами совершенными, но процесс освящения, он не прерывается, он действует каждое мгновение нашей жизни. Вот почему нам с вами важно освящаться каждый день. Но все же, как доступно объяснить, что есть освящением? Знаете, я размышлял и сегодня в мир прогрессом техноризации, компьютеризации. Очень легко понять, что значит освящение, особенно для молодежи. Мы сегодня сидим, и у каждого из нас, почти у каждого из нас в кармане или в сумочке есть телефоны. Представьте, что ваш телефон никогда не был заряжен. Будет он работать? Я думаю, дети часто находят какие-то старые телефоны, хватает их и радуется, вот теперь у меня будет телефон. Экран черный, кнопочки нажимаются, и ничего не работает. Отсутствует электричество. Это устройство необходимо зарядить, чтобы оно работало, и каждому из нас известно, сегодня буквально большая часть молодежи придет домой, и они первым делом подключат свои телефоны к зарядному устройству, чтобы завтра их взять утром, и они работали. Знаете, в духовной жизни что-то происходит наподобие. Нам необходима зарядка духовная. Многие христиане сегодня забывают об этом, забывают заряжаться, примитивно говоря, и наше христианство оказывается незаряженным, или, как говорят, пустой христианин. И в Откровении, в 3 главе 17 стих, Господь так и говорит, «Ты думаешь, что ты богат, ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты несчастен». Представьте себе, вот здесь сейчас мы человека увидим, вот стоит перед нами человек несчастный, «жалкий, нищий, слепой и ногой». Вы можете себе представить, вот здесь стоит перед нами человек, несчастный, которого очень жалко, который потерял все, нет никакой надежды. Жалкий нам, так его жалко, и помочь нечем. Сердце разрывается от боли, нищий, у него нет ни копейки, исхудалый, голодный, слепой, ничего не видит, и ногой. Многие христиане сегодня похожи на таковых. Христос говорит через Писание Свое, «Ты думаешь, что ты разбогател, а на самом деле ты очень жалкий». Почему? Вопрос. Христиане забывают освящаться, забывают исполняться духом. То, что нам необходимо с вами. Посмотрите, есть необходимость, и должно быть также и желание. Необходимость есть однозначно, мы с вами уже сказали об этом, но должно быть желание. Посмотрите, даже, оказывается, идя дальше, одного желания мало. Например, я захотел зарядить мой телефон, беру зарядное устройство, которым заряжает аккумулятор на машинах. Как вы думаете, смогу я зарядить его? Да нет, нужно специальное устройство, нужен специальный кабель, специальное напряжение, ампераж, чтобы соответствовал. Специальное устройство, адаптированное для этого телефона. Нужна розетка. Если еще в этой розетке электричества нет, то будет неудача. А если еще и электростанция не работает, то совсем проблема. Так и в духовной жизни мало желания. Многие люди хотят иногда освящаться, приходя в церковь, но забывают о том, что что-то еще нужно. Подобно и в духовном освящении. Посмотрите, вперед выходит ряд требований и о постановлениях Божьих, которые необходимо исполнить для того, чтобы осветиться. Сам Господь, говоря народу Израилю об освящении, мы читаем в Ветхом Завете, Он произносит сначала слова, посмотрите, соблюдайте, соблюдайте, затем говорит, «Я Господь, освящающий вас», книга Исход 31, 13. Посмотрите, Он говорит, соблюдайте сначала. И много-много повелений. Сделайте это, сделайте это, очиститесь, омойтесь, приготовьте, не делайте это, и потом придите, я освящу народ, я освящу ваш. И вот здесь мы прошли 1 Филосо-Никистин 4, 3 воздержание. Воздержание – соблюдать себя, свою личность или душу и тело в святости. Посмотрите, взаимосвязь здесь некая. То есть к святым обращаются о том, чтобы они содержали себя в святости, воздерживались. Посмотрите, святой ищет освящение, святой освящается еще. Уже святой тот, кто хранит святость, кто имеет ее, тот ощущает нужду в пополнении этого. А священие, он ищет его. Соблюдать в чести, мы дальше читаем, наличие чести в нашей жизни, как мы поступаем. Один светский певец поет песню «Жизни тогда не стоило ничего, но хотя бы ценили честь». Честь ценили. А сегодня и честь перестали ценить. И в этом мире это проникает и в церковь, к сожалению. Честь, поступать честно, справедливо, по правде. Ценим ли мы честь сегодня, как христиане, как дети Божьи? Шестой, девятый стих, посмотрите, практические требования, постановления, которые апостол Павел от Господа говорит нам, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбивым. Как это просто и понятно. И это нормально. Это так должно быть. Потому что Господь, мститель за все это. Знаете, сегодня творятся такие вещи по всему миру, и так легко услышать, узнать что-то, сразу распространяется, и ужасаешься. Христиане потеряли страх, страх, потеряли стыд, не только перед людьми, потеряли страх пред Богом. Но мы читаем, что Господь мститель за несправедливость, за противозаконные поступки с другими людьми. Дальше мы читаем, «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости, стремлению к чистой жизни». Итак, «Непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа своего святого». Посмотрите, покорность Богу. Бог дал нам все необходимое Духа святого для исполнения, для освящения. Дальше мы читаем, «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Посол Павел говорит, «И нет нужды писать вам это, вы должны знать, как дважды два-четыре, среди ночи, с закрытыми глазами». Братолюбие. Христос показал любовь свою, отдал жизнь свою за нас. И Он желает, чтобы мы любили не только братьев наших близких, но и врагов. Поэтому о братолюбии и говорить, «Нет нужды». Она должна быть. Страх, опасение потерять святость, утратить святость, она должна приводить нас сегодня к желанию, к страстному желанию искать освящение каждый день. Представьте, я захотел освятиться сегодня. Я встаю на колени, «А жизнь моя беспорядочная». И там грехи, и там неустройство, и там ругань, и там скандалы, и там несправедливость, и там обманы. Как вы думаете, освящусь ли я, склонясь на колени пред Богом и прося Господи, «Освяти меня, подкрепи меня». Для чего? Для жизни? Для порочной жизни? Для того, чтобы поносить имя Господне? Я думаю, что напрасно думает человек о таком освящении. Он никогда его не получит. Я всегда вспоминаю Иова, его пример. Мы читаем в первой главе, в первых стихах. «Иов, человек не порочен». Первое качество его было бы. Посмотрите, он не испорчен грехами плоти, которых сегодня так много. Похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская. Он был не испорчен. Он хранил себя. Он убегал от этого. Он воздерживался от всего этого недоброго. Особенно сегодня, как опасно все это. И посмотрите, он был справедливый человек. Помимо того, что он относился к себе очень строго, правильным, он был справедливый, он поступал с людьми, которые окружают его по справедливости, по чести, не причинял им неудобства и неприятностей, тем более злом. Посмотрите, он был богобоязнен. Он боялся огорчить Богом. Он боялся согрешить пред Богом. Он боялся Богом. И четвертое качество его было удаляющейся от зла. Видя зло какое-то, видя какой-то грех, а сегодня оно само предстает перед нами, подобно как на экране, хотим мы этого или нет. Это зло. Вот видя зло, он не приближался к нему, он обходил его, он убегал от него. И знаете, вот это как будто подобно схеме, схеме для подражания. Когда мы желаем освящения, мы должны смотреть, проверять себя, свою непорочность, каждый день. Мы должны быть с людьми и с большими, и с маленькими, так мы иногда думаем, справедливыми. Мы должны бояться Бога, того, у которого нет больших и малых, которые любят каждого в равной степени, всякого человека. Мы должны бояться его, и издали, заметив зло, вовремя уходить от него, обходить или удаляться. Такой человек, боясь Бога, Иов, посмотрите, мы читаем, посылал за детьми своими, приготовлял их и освящал их. Посмотрите, после того, как жизнь его была налажена правильно, поставлена, выстроена правильно пред Богом, пред людьми, пред собой, во всех отношениях, он посылал за детьми и говорил, может быть, они чем-то согрешили, и он освящал их. Происходило освящение, вставал утром рано, это была жертва, возносил все сожжения, это тоже жертва, и говорил Господу, или молился, это тоже жертва. И мы с вами должны также совершать наше освящение. Апостол Павел говорит, вникай в себя, в первую очередь, Тимофею, в себя, затем, вникай в учение, занимайся с ним постоянно, и так поступая себя спасешь и тех, кто вокруг тебя. Вот он, процесс освящения, необходимый. Освящению предшествует действие, воздержание, послушание, очищение, стремление к справедливости и поиск близости с Богом или молитвы. Вот он, порядок соблюдения освящения. Во-первых, идет соблюдение Божьей воли, Божьих повелений, и только затем освящение Божьим Духом. Другого порядка не будет. Многие люди сегодня желают осветиться, забывая о первом, забывая наладить свою жизнь, забывая покаяться, забывая исповедаться и поправить все свои кривизны, поправить свой светильник. Знаете, просвещение – это стремление к совершенству интеллектуальному. Человек стремится постичь науки, постигнуть, узнать больше. А освящение – это стремление к совершенству духовному. И оно должно присутствовать в нашей жизни. 1 Петра 1, 2 мы читаем «По предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, посмотрите, необходимо послушание, послушание нашему Господу и окропление крови Иисуса Христа необходимо очищением, очищение, и затем следует освящение. Воля Божия сегодня для нас с вами, когда мы будем молиться, чтобы, проверяя свою жизнь, расставляя все наше сокровенное по местам, а там, где не доставало святости, не доставало освящение с раскаянием и желанием вновь и вновь освящаться, мы бы молились с вами нашего Господа, о нашем освящении, чтобы Он указал, может быть, какие-то моменты в нашей жизни еще неустроены, чтобы Он указал и дал нам понять, что неправильно мы делаем, что-то исправить, что-то поправить, и затем приходить к Нему, как помните, Христос говорит, если вспомнишь что-то, а ты обязательно вспомнишь, Дух Святой тебе напомнит, оставь твой жертвенник, иди, примирись, и затем приходи и приноси жертву. Это закон Божий, и он неизменен, так было всегда и будет. И мы с вами читаем, Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал нас ко спасению. Дорогие братья и сестры, жизнь очень короткая. Каждый день я слышу эту фразу от многих людей, от русских, от американцев, жизнь очень короткая. Здесь, на этой земле, она закончится и начнется вечная жизнь. И от нашего освящения зависит, готовы ли мы перейти в эту блаженную вечность с радостью, с улыбкой на устах, ожидая встречи с нашим дивным и чудным Господом. Освящение, опять напоминаем, это воля Бога, и мы будем сегодня молиться, чтобы нам исполнить эту волю и Господь поможет нам и только через освящение нам открыт доступ в присутствии Господа. Аминь. Да поможет нам Господь. Помолимся. И вот промчался снова Год, такой же, как и все, все те же боли и та же грусть, пока креста в нем нет. И лишь с Тобой свет на светло, вот то, что в грамоте снег не дышится всегда легко, когда Ты рядом есть. Иисус, О, Иисус, Тебя увижу я тогда. Иисус, О, Иисус, С Тобою быть хочу всегда. Мне не забыть Твоей любви, Твоих пронзенных рук, что подарили мне они спасение оттуда. Но встречи на Своей трех, и там увижу я Себя, Христос, Твоя любовь, что вновь меня храня. Иисус, О, Иисус, Тебя увижу я тогда. Иисус, О, Иисус, Собою быть хочу всегда. Иисус, О, Иисус, Ты пришел к Тебе, когда-то я и грусти не скрывал. Сказал, прости, Христос, меня и Ты мне руку дал. Перед Собой всегда светло, Хоть то, что тракт во сне, И пищется сей далеко, Когда Ты рядом есть. Иисус, О, Иисус, Тебя увижу я тогда. Иисус, О, Иисус, Иисус, с Тобою быть хочу всегда. Когда к молитве не спешит душа, И опустила сердце веры крылья, Скорее сделай, Иисус, О, Иисус, Иисус, о, Иисус, Иисус, по, иисповедуй все свое бессилье. Когда уныне досажмет тиски, вокруг спустится мрак зимние ночи. Когда не видно неба от доски, то возреди на холм долговский очи. Когда не видно неба от доски, то возреди на холм долговский очи. Господь поймет и примет рук тебя. Он укрепит, утешит, но поднимет. Он скажет слово, нужное любовь, и будет раем выглядеть пустынью. Он скажет слово, нужное любовь, и будет раем выглядеть пустынью. Когда молиться не спешит душа, встань на колени и начни молиться. И вновь познай, жизнь Богом хороша. И сердце снова вероя крыльца. И вновь познай, жизнь Богом хороша. И сердце снова вероя крыльца. И сердце снова вероя крыльца. Меня своим путем Дай твоим мне помнить кресты муки И послушать быть тебе во всем Дай твоим мне помнить кресты муки И послушать быть тебе во всем Помоги мне за тебя сражаться Прояви во всем твою любовь Чтобы с нею мог я подвязаться За друзей молиться за врагов Чтобы с нею мог я подвязаться За друзей молиться за врагов Соверши, Господь, мое желание Неразлучным быть всегда с тобой Чтоб любви твоей святой дыханье Наполняла грудь и разум мой Чтоб любви твоей святой дыханье Наполняла грудь и разум мой Протяни ко мне святые руки И веди меня твоим путем Дай твоим мне помнить кресты муки И послушать быть тебе во всем Аминь 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 ПЕСНЯ Аминь Чтоб с добрым словом Ободлить любя Аминь Так за дня бедни Пойдут нам легкие дым Все пройдет И горе и радость Смесь И тогда вернется Снова места Все мы соберемся у ног Христа, И тогда не будем годы считать, И не будем страдать. И тогда вернемся слово весна, Все мы соберемся у ног Христа, И тогда не будем годы считать, Мы не будем страдать Сколько дней ты будешь радости иметь Сколько дней ты будешь горесть и скорбеть Мы не знаем только о Бог Христа, Христов И болеть всегда, всегда бореться зло И когда вернется снова весна Все мы соберемся у ног Христа И когда не будем годы считать И не будем страдать И когда вернется снова весна Все мы соберемся у ног Христа И когда не будем годы считать И не будем страдать. Сколько зла на свете, Новый, новый путь, Людям принесите, Попадет чуть-чуть, Расцветут прекрасные На пути цветы, И расскажут нам О радости они. И когда вернется Снова весна, Все мы соберемся Улов Христа, И тогда не будем Годы считать, И не будем Страдать, И тогда вернемся Снова весна, Все мы соберемся Улов Христа, И тогда не будем Годы считать, И не будем Страдать. Благодать вам и мир Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Давайте вместе со мной Откроем Слово Божие И прочитаем Несколько стихов. Евангелие от Луки, Будем читать 2 глава, С 8 по 11 стих И 20 стих. Евангелие от Луки, 2 глава, С 8 по 11 и 20 стих. В той стране были на поле пастухи, Которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, И слава Господня осияла их, И убоялись страхом великим. И сказал им ангел, Не бойтесь, Я возвещаю вам великую радость, Которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. И 20 стих. И возвратились пастухи, Славя и хваля Бога за все то, Что слышали и видели, Как им сказано было. Аминь. И убоялись страхом великим. Довольно-таки слова, Которые заставляют задуматься, Что же все-таки произошло там, На Вифлеемских полях. Я думаю, что каждый из нас понимает, Или переживает, Или переживал в свое время, Какой-либо страх. И страхи бывают, конечно, разные. Объяснение страха, Люди объясняют так, Что это внутреннее состояние. Иными словами, это страх, Это тревожное состояние души, От испуга. Которое имеет свое действие На наше тело. В основном, Если человек находится в большом страхе, Он цепенеет. И я думаю, что каждый из нас переживал сильный страх. Когда мы цепенеем, Мы не можем двигаться, И у нас сразу, Или мурашки по коже, Или просто холодный пот. Пробивает. То есть, это вся реакция Нашего организма, Нашего тела на страх, Который может, Который мы видим, Или который вселяется в нашу душу. В нашу душу. И здесь написано, Что вот эти пастухи, Они убоялись страхом великим. Но, Когда читаем мы это место Священное Писание, То, когда ангел, Когда они увидели ангела, То ангел, он Не просто это, Пришел, И испугал их, И все, И на этом закончилось. Он не сказал им слова, Ой, извините, я пошутил. Просто, Расслабьтесь немножко. Нет. Он им говорит, Довольно-таки, Очень удивительные слова. Не бойтесь. Я бы хотел, Чтобы мы вместе с вами Немножко поразмыслили Над этими словами. Но, прежде всего, Хотелось бы объяснить, Что страх это, Как я был сказал, Что есть разные страхи. Страхи, Которые, Постоянные в нашей жизни. Это, Иными словами, Мы очень часто, Может слышим такое слово, Фобия. То есть, Когда человек боится Определенного, Имеет определенный страх В своей жизни. Имеет страх К потемкам. Или, К темным Комнатам. Или, Когда она видит Маленькие комнаты. Тоже, Человек имеет определенные страхи. Он боится. Но, Здесь, Говорится не об этом, Страхи, Которые имели пастухи. Что они просто боялись ночи, Или боялись яркого света. Нет. Это страх, От того, Что они увидели Ангела Господня. Это, Страх, Который посещает, Каждого человека, Когда, Он видит, Ангела Господня. И, Вместе с вами, Давайте, Рассмотрим, Несколько примеров. Это не один, Или, Не единственный пример, В Священном Писании, Который, Описывает, Такой страх. Страх. Если мы, Обратимся к Ветхому Завету, То мы увидим, Что даже, Муж Божий, Даниил, Он не имел, Он переживал, Такой же самый страх. Когда, К нему, Приявился ангел, И, Говорил о последних днях. И, Говорится, Это в Даниила, Извиняюсь, Десятая глава, Девятого стиха. То, Говорится, Там такие слова, Что, Когда он услышал голос, То, В оцепенении пал на лице, Пал я на лице мое, И лежал лицом к земле. И, Когда ангел коснулся его, То, Он в трепете, Встал с трепетом, Даниил. Он имел, Виды лица его изменился, Он описывает это, В последующих словах. Ангел опять же, Обращается к Даниилу, Вот этими словами. Не бойся, Даниил. Удивительно, Что, Вот эти слова, Не бойся, Они, В Священном Писании, Они имеют, Двойной смысл. Во-первых, Не бойся, Это имеет значение, От того, Чтобы, Человек пришел в себя, От того оцепенения, Которые он, Переживает. То есть, Чтобы, Тело приняло, Обратно свои свойства, Чтобы, Оно могло двигаться, Чтобы, Мысли могли работать, Соответственно, И голова нормально работать, И функционировать, Чтобы, Человек мог понимать. Потому, Что, Когда человек в оцепенении, Он, Теряет контроль над своими мыслями, Он не может мыслить, И, Зачастую, Происходит реакция, Это как бы, Автоматически, Тело делает, Определенные моменты. И, Я думаю, Что каждый из нас, Это переживал. Особенно, Когда мы, Вводим машину. Когда какая-то, Впереди какая-то ситуация, У нас получается, Аварийная ситуация. То, Зачастую мы, После всего пережитого, Мы говорим, Ой, я даже не помню, Как я это все мог, Проехать или объехать. И мы говорим, Ну, это наш экспириенс. Но, на самом деле, Да, С одной стороны, Это экспириенс. С другой стороны, Это милость Господня, К нам проявляется. И, конечно же, В этот момент, Наши мозги, Они не работают. Это все просто, Функцию выполняет наше тело, Автоматически, Как бы, Делая определенное то, Что, Наши мысли, Они, В этот момент, Не успевают обдумывать. Такой же самый, Момент происходит, И у Захарии, Священника, Который стоит в храме, Вдруг увидел он ангела. Это будет, Евангелие от Луки, Первая глава, С двенадцатого стиха. И там написано, Что, Увидев его, смутился, И страх напал на него. И, опять же, Ангел говорит ему, Не бойся, Захария. Вот эти слова, Не бойся. Как я говорил, Первое значение, Это то, Что они имеют значение, О том, Чтобы человек пришел в себя. Второе значение, Которое имеют вот эти слова, Это о том, Что человеку возвещается, Зачем ангел явился. Если мы обратим внимание, Даже и на Даниила, То он говорит, Не бойся, Даниил, С первого дня, Как ты расположил сердце твое, Чтобы достигнуть разумения, И смирить тебя пред Богом твоим, Слова твои услышаны. Вот именно вот этот момент, Слова твои услышаны. Даниил, Ты не переживай, Твои слова услышаны. И если мы будем внимательно читать, Именно вот эту главу, Десятую, То там написано, Что Даниил был три седмицы, Не ел вкусного хлеба, Не пил вина, Находился в сетовании. То есть три седмицы, Двадцать один день. Он находился в этом состоянии. Но ангел говорит ему, Как только ты положил в сердце своем, Я был послан к тебе, Но царь персидский стоял предо мною, Покуда Михаил не пришел, И не дал мне пройти. То есть вот настолько пройти к тебе. То есть ангел объявляет ему, Говорит, Ты не бойся, во-первых, Приди в себя, Во-вторых, Ты не переживай о том, Что твои слова, Господь не слышит твои молитвы. Господь слышит твои молитвы. Так же самое ангел Господень Говорит и Захарий. Он говорит, Не бойся, Захария, Потому что ты пришел в оцепенение, Приди в себя, Чтобы ты мог понять те слова, Которые я сейчас хочу сказать. И он добавляет, Молитвы твои, Это Луки 1 глава 12 стиха, Ибо услышана молитва твоя, И жена твоя, Елизавета, Роди тебе сына. То есть молитва о том, Что ты просил всю свою жизнь, А сыне, Твоя молитва услышана. Ты не бойся, И не думай, Не допускай в свое сердце той мысли, Что Господь не слышит твоей молитвы. Господь слышит твою молитву. И такой же самый пример мы можем увидеть, Когда женщины находятся у гроба. Когда они приходят, Очень интересно описан этот момент, Именно в Матфея 28 глава, Что когда ангел Господень сошел, То воины, Они стали как каменные. То есть окаменели, Понятно, От страха. Это страх сковал их, И они стояли. И в это время подошли женщины. Я не думаю, Что женщины были в более таком Расслабленном состоянии. Они так же само в утренний час Увидеть отваленный камень, И на камне ангела сидящего. Я думаю, Что они тоже пришли в ужас и в трепет. На что ангел Господень говорит, Не бойтесь. Пятый и шестой стих. Не бойтесь, Ибо знаю, Что вы ищите Иисуса распятого. Опять ангел Господень Им возвещает вот этот момент, Что во-первых, Вы придите в себя. Во-вторых, Вот я вам даю радостную весть. О том, Что вы искали. Вы ищите Иисуса Христа. Живого среди мертвых. Его там нет. Ибо Его нет здесь. Он воскрес. Как сказал. Подойдите, посмотрите Место, где лежал Господь. И такие моменты Мы можем наблюдать Много в Священном Писании, Когда ангел Господень Или сам Иисус Христос К Иоанну Обращаясь Он как бы Вот это Говорит слово Не бойся Или не бойтесь. Тем самым Это слово Имеет двойное значение В жизни Каждого из нас. В жизни Тех людей. Так же это слово Имеет двойное значение И в нашей жизни. Но в жизни пастухов В этот момент Так же оно имело Двойное значение. Как я говорил, Что они убоялись Страхом Великим. Это слово Говорит о том, Что они Так же само Были в оцепенении Увидев такое Видение. Даже И то видение Прекрасное видение Ангелов Хоров Ангелов, Которые пели Пели слова Слава Вышних Богу И на земле мир И в людях благоволения. Все равно Это не давало им Чувство освобождения. Вот именно Вот эти слова Которые ангел говорит Не бойтесь. Во-первых Придите в себя. Во-вторых Тот страх Который был В вашей жизни Вы все время О том О чем вы думали. О том Когда же придет Спаситель. О том Как же мы будем В последующие времена. Как после смерти Вы не переживайте. Явился Вы больше Не бойтесь об этом. Потому что Явился Ибо Ныне родился Вам в городе Давидовом Спаситель. Который есть Христос. Господь. Это ангел Возвещает Вот этим пастухам. Он их успокаивает. И они с радостью И они Пошли посмотреть. Они решили После того Как они ушли И это еще Опять же Смотрите На поведение Пастухов. Они не сразу Побежали. Как только ангел сказал Они сразу побежали. Здесь 15 стих Написано Такие очень Удивительные слова. Когда ангелы Отошли От них на небо Пастухи Сказали друг другу Прошло время Чуть-чуть Ангелы отошли Когда они чуть-чуть Успокоились В этом. И они говорят Идем посмотрим. То есть Вот это Страх Это оцепенение От них отошло И они Пошли посмотрели. Слова Не бойтесь Они так же И звучат И каждому Из нас. Я думаю Что каждый из нас Имеет Или имел Когда-то Определенные страхи. В свое время Каждый из нас Имел страх Перед осуждением. Каждый из нас Переживал Вот этот момент Когда мы думали Ну вот Мы сегодня живем И завтра Наша жизнь продлится. Но придет время Когда мы Умрем. Мы прекрасно Понимаем о том Что наша жизнь Из праха взят В прахе Возвратишься. Но после сего Что же будет? И каждый из нас Переживал Вот это Этот момент. Каждый из нас Может Переживал Это чувство Страха Которое Было внутри нас. Может кто-то Еще и переживает Его И в нынешнее время. То же самое Страх перед смертью. Когда Каждый человек Живя на земле Будучи Начиная свою жизнь Может Покуда Помоложе Мы не задумываемся Над этим. Но когда Подходит время Туда к сорока Или за сорок Мы начинаем задумываться Все-таки Вот жизнь Половина уже жизни прожита Или больше половины. И приходит Время Когда мы Чувствуем Вот это Прикосновение Смерти к нам. Ведь Мы это прекрасно понимаем Когда мы Смотрим в паспорт. Да. Когда мы смотрим В зеркало. Мы это понимаем так же. Что смерть Все равно касается К нам. Мы уже изменились В лице. Мы уже не такие Молодые Красивые. Может Красивые. Ну не знаю. Но Как бы Все равно Мы изменяемся. Мы изменяемся. Мы чувствуем Что это не просто так. Оно изменяется Наше лицо. Изменяемся Мы. Может раньше когда-то Мы хорошо могли Бегать. Прыгать. А сейчас уже не то. Изменяется Наши функции. Нашего тела. Мы уже не можем Так много ходить Как раньше ходили. Или много Работы выполнять. То что для нас было С легкостью. Мы выполняли Как покуда были Молодые. Сейчас она с трудностью Нам дается. И чем Больше Возрасте Мы чувствуем Что это прикосновение Вот того времени. Когда мы подходим К старости. К тому рубежу. Когда придет время. И наступит Наша смерть. И вот этот страх Что же будет После сего. Вот мы умрем. Где мы будем. Были ли у нас Такие страхи. Есть ли эти страхи У нас. Я думаю что Может Кто-то уже Переживая Это Пережил Этот момент. И Получил освобождение. Получил Ответы на эти вопросы. Вы знаете Священное Писание Очень хорошо отвечает Нам на эти вопросы. Иисус Христос Пришел на землю. И Мы все прекрасно знаем Место Евангелия в Минеттюре. Ибо 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 Возлюбил Бог Мир Спасение. Но вот этот страх Может Мы может знаем Вот эти все слова Наизусть. Мы их цитируем Часто. Но вот страх может жить В нашем сердце. А что все таки будет После сего. Может мы никогда Не встречались В жизни с Иисусом Христом. И поэтому этот страх живет. Ведь только встреча С Иисусом Христом В нашей жизни Она забирает Этот страх. Только встреча С Иисусом Христом Является Вот этим Словом Не бойся Больше. Каждый из нас понимает Что когда мы В свое время Приняли Иисуса Христа Мы так же Сидели может На скамейках И слышали слово Господне Которое звучало к нам. И что-то нас держало И вот этот страх Он оцепенял нас. И мы не могли Подвинуться Вперед пройти. Потому что нам Было стыдно. Нам было страшно. Нас Может кто-то И переживал И такие ощущения Что хотел бы выйти Но не может. Нету силы. Это то же самое Чувство страха. Но Дух Святой Он побуждал нас И мы вышли вперед. Как мы отсюда шли? Имея вот то освобождение. Имея ту радость В нашем сердце. Забыв о том страхе Который наполнял Наше сердце До того момента. Не так ли? Другой момент То что страх Я думаю Что каждый из нас Знает эти слова Страх Началом мудрости Это является Страх Господень Страх Господень Это не что иное Как исполнение Слов Господа Иисуса Христа Бога Бога Отца Мудрый Экклесиаст написал Такие слова Довольно таки очень интересные Отвечающие На этот вопрос Он говорит Такие слова В 12 главе 13 стих Выслушаем Сущность всего Бойся Бога И заповеди Его соблюдай Потому что в этом все В этом все Для человека Именно только в этом Бойся Бога И заповеди Его соблюдай Имея страх Господень Исполняя заповеди Его Ты будешь Иметь Благополучие В своей жизни Благополучие В том что Придя В свое время Представь В свое время Пред Господом Ты будешь иметь Жизнь вечную В этом есть И заключается Благополучие Каждого из нас Стремление туда К вечности Где мы Сможем встретиться С нашим Господом Иисусом Христом Если еще В нашем сердце Есть страхи Которые Нас останавливают Которые мы Переживаем И думаем О них Которые наполняют Наше сердце И останавливают Нас От того И удаляют Нас От Господа Иисуса Христа Время Сегодня еще Есть время Чтобы удалить их Только Иисус Христос Может Удалить их Из нашего сердца Кто может Еще не принял Иисуса Христа В свое сердце И не имеет Этого освобождения Сегодня Время Сегодня Время То когда мы Можем пойти Домой С радостными С радостью И с восклицанием И этот вопрос Каждому из нас Звучит Как мы Отсюда Идем Домой Как некогда Шли пастухи Увидев Иисуса Христа И возвратились Пастухи Славя И хваля Бога За все Что слышали И видели Как им сказано Было Аминь Помолимся Господи Боже наш Мы Так благодарны Тебе За этот прекрасный день воскресный За то что мы можем его провести вместе В доме молитвы У ног Твоих Еще раз Еще раз Поклониться Тебе нашему Господу Рожденному Там В Вифлееме Ты Родился для того Чтобы подарить нам Жизнь вечную Ты не просто Родился И не просто прожил жизнь Но Ты закончил ее мученически На кресте Голгофы И через Твою смерть Мы имели возможность Получить с Тобой Примирение Примирение с Отцом Небесным Благодарим Тебя Сердечно за это Мы сегодня вспоминали это В нашем собрании Ты говорил нам важные истины О том как важно нам жить свято Как важно нам исполняться Духом Твоим Святым Господи Как важно нам иметь Твой страх Святой и Божественный Боже Милосердный Благослови нас Благослови нас Благослови наследие Твое В благослови наших детей Наших внуков Господи Мы хотим не растеряться В этом мире Не растерять детей наших Господи Мы хотим достигнуть Благословенной вечности Боже Мы не располагаем С вами этой силой Поэтому просим Тебя Наполняй нас Духом Твоим Святым Благослови нас Святой праведной жизнью Помоги нам искать лица Твоего Господи Ожидая Твое славное пришествие Ты напоминал нам о том Что Ты святой И без святости Никто не увидит Господа Поэтому Господи Помоги нам Во всех наших поступках В жизни нашей Являть святость Твою Господи Мы будем уходить с этого места И просим Тебя Чтобы Ты пошел с нами Чтобы Ты благословил нас В наших трудах На этой неделе Господи Чтобы Ты послал И возгрес желание Еще этих два дня Которые мы планируем Вернее три дня Провести в молитве Господи Чтобы Ты возбудил ревность В народе Твоем Посещать эти собрания Чтобы помолиться Тебе И правильно начать этот год И с Тобою пройти его Господи Еще раз благодарим Тебя За обитование Всегда быть с нами Поклоняемся Тебе И прославляем Святое имя Твое Благодать Господа нашего Иисуса Христа И любовь в Бога Отца и общение Духа Святого Всегда да пребудет с нами Аминь Для подробной информации О наших церковных служениях И мероприятиях Посетите нас в сети интернета По адресу www.churchofsalvation.org Да благословит Вас Бог!